Hello everybody, hi my students, hello friends. Ну, мы знаем, что крупнее на земле нет государства, чем в Северной Корее, да? Вот. Ну, и оно там граничит с более мелкими государствами. С юга там государство, лесоводы, там у них главный император с империями, император Си. Что ни скажешь, шумон Си, 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 Си. Так, а с севера тоже большая империя, но меньше, конечно, с северной Кореи-то. Ну, и тоже руководит император. Пум, 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 пум. Там Си, а тут Пум. Вот. И такой центр об земле, это северная Корея. Ну, вот и что делается с севернее Северной Кореи. И мы рассмотрим сегодня. Произошли крупные волнения в Москве. Выступила, значит, КПРФ. Непонятная партия, да? КПРФ – партия олигархическая, да? Коммунистическая партия олигархов. То есть они вместе идут, да? А остальные – это, так, ненужный материал, расходный материал, да? А самое основное – вот то, что ихний лидер Зюганов, он одобрил деятельность на посту государства, одобрил императора Пу-пу, да? И Си он тоже одобряет и ездит туда на лечение. Вот таким образом. Ну, тем не менее, вот удалось собрать ему вот этот митинг. Правда, сам он не выступал, а там выступал, как говорится, Рашкин. Непонятное лицо в КПРФ, да, в этом. Среди олигархов миллиардеров нету, в отличие от Зюганова. Зюганов – это уже миллиардер, у него и дети – миллиардеры. В Африке там у них дела и все такое прочее. Ну, и, соответственно, еще вот этот, команда Навального-Зюганов не занимался, надо бы заняться. Прокурором даже занялись, а уж таким крупным человеком, у которого все партийные взносы в руках и все золото партии, да, и не занимались. Ну, тем не менее, вот они недовольны результатом выборов, потому что умное голосование перекинуло им все голоса, примерно там 25% голосов. А эти, значит, 30% набрали, значит, жулики-воры, да, как Навальный говорил, партия жулик-вору. Ну, фактически, это не жулики-воры, это как раз партия сионских мудрецов, правильно? Возглавляемые сионскими олигархами, вот этими Тимченками, Абрамовичами, там непонятной сексуальной ориентацией, миллиардеры, да. Вот таким образом, в смысле непонятной финансовой ориентацией. Ну, в список форт все входит. Ну, еще есть кто не вошел, потому что туда этот капитан не впишешь, там нулей не хватит страниц в этом списке форт, сколько у императоров, у Си и у Пу находится, как говорится, бабла. Вот, ну, вот наша задача какая, рассмотреть, что там происходит, почему вот сегодня 25 сентября 2020-го, 21-го года, 2021-го года, 25-го сентября. Это отдание праздника Рождества Богородицы у нас, да. Вот, кстати говоря, да. Ну, и вот произошли в этот святой момент такие события, да. Недавно мы рассматривали тоже такое святое число, было 21-е. Это Рождество как раз Богородица было. И отметили святую там женщину, преподавательцу МГУ, профессора МГУ Решетова. Ну, сегодня тоже святой день. Вот, посмотрите, вот, 20 митинга ПРФ, 25-й, смотрите, сто процентов святой день. То есть требования у них нормальные. Они взяли, начали озвучивать народные чаяния. И дельта плюс 2, сумма, правда, 12, ну, святость 4,4. А, значит, революционность большая 3, стабильность 2 всего. Ну, и вот духовность, всё, подъём. Это народная воля изъявления. Ну, встретилась чёрная сила на народе, не пустила их на Красную площадь. Не допустила. Откровенно смеялись над ними и включили, значит, музыку. Значит, Вова самый лучший, Крым наш, Аляска давай нам назад. Взад возвращай, это баба водка там, макрель и бабло, да. Вот таким образом не пустили, а святой день выступила КПРМ, знала когда. То есть сложилось так, как так карта легла, ничего не сделаешь. Они явились выражениями народных чаяний. Ну, народу всё меньше и меньше в связи с... Потому что установка-то западная идёт какой-то. Бедность надо уменьшить, правильно? А как уменьшить бедность? Нет бедного и нет проблем, правильно? Но остальные будут только богатые. Вот все нормальные люди будут богатые. А бедные это там всякий ненужный материал. И вот КПРМ против этой несправедливости выступила. Выступила и против подтасовки выборов, естественно, да. Потому что такого напёрсничества, которое происходило в этих выборах, это тройной. Вот действительно, на Пёрсках доиграть, там три стаканчика. И вот тасует очень быстро-быстро и схватывает этот стаканчик, двумя пальцами вынимает, и не под одним стаканчиком нет. Туда только, куда он сам подложит, там и будет. И тут три стаканчика, это седьмое число. То есть какое число-то, да? Семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая. Вот это три стаканчика. И вот где там это фальшак? Ну, есть у нас такой умный человек, статистик, математик и фамилия. И фамилия какой у него хорошая. Шпилькин, да? И вот этот Шпилькин, ну, периодически все выборы он разоблачает. И с помощью графического материала, нормального распределения, как говорится, да, функция нормального распределения. И всю статистику собирает по всем участкам. А девяносто там с чем-то восемь шесть субъектов федерации. И участков девять тысяч по всем собирает. И все рисует, и даже в цвете представляет. Ну, разоблачил он полностью эти выборы. Пять миллионов было сброшено. Просто сброшено так вот на эту самую единую Россию Хаббат-Любавича, да? Можно ее назвать так партией Хаббат-Любавич, да? Ну, иначе не знаю. Или семь сорок, вот ее можно назвать еще. Семь сорок, да? Единая Россия-тире семь сорок. Вот таким образом будем танцевать. Вот что. Ну, одновременно перед этим-то, перед двадцать пятым-то какое число было? Двадцать второе. А все выборы-то, перед выборами у нас и сам император, то он куда-то слинял. И вот генерал СВР сейчас вот этот, он разоблачитель где-то вот там знает. У него там какой-то есть телескоп. Он телескоп смотрит, и где вот этот император находится? Он у него оказался где-то на операции. А чего там оперировать-то? Он не сказал генератора СВЧ, а то есть этот генерал СВР, да? Ж-5. Вот таким образом. Я так вот оживаю, там периодически нарастает совесть, и они ее ампутируют, эту совесть. Иначе невозможно быть императором, имея совесть. Правильно? Это вообще совесть и император, это несовместимое понятие. Это еще с Римской империей было известно. Один только там оператор был, ну, дурачок, его до сих пор знают, что он с операторов ушел сеять капусту. Это один, это на весь планет, на всю планету. Один такой дурак нашелся, его сейчас помнят и славит весь мир. Вот таким образом. Ну, вот 22-го, говорит, генерал, состоялась вот эта вот, как говорится, ампутация совести. Но мы посмотрим, что это тоже за день. 22-й, 9-й, да? Ну, говорят, что по наущению шаманов это было 22-го равноденствия. 22-го, 22-го часа и 22-й минуты операции. Значит, фактически уже 23-го, да? Ну, вот, ну, хоть пусть 22-го, сумма 12, что здесь сумма 12? Что здесь дельта минус, что здесь дельта, приведенная минус 3? Ну, и что здесь святость-то наполовину и так далее? Что здесь мизантропия, что тут мизантропия? Ну, вот здесь батарейка, правда, а здесь вот харизма. И здесь генеральский такой день, а тут такой лояльный, золотая середина. Вот, значит, и удачно, очень, значит, градиент временной вот этой стабильности, он больше нуля, двойка составлял. То есть стабильность росла. У нас стабильность же график был. И по этому графику мы можем определять эту самую... У нас... Да... По стабиле сможем определить градиент. Вот у нас 22-й, это какой? Вот, посмотрите, 22-й, там двойка была, и тут двойка, и полочка, конец полочки. И тут вроде начинается Суккот. Вот Суккот еще тут. И этот праздник Сукинкот, что ли, по-экнему... Я никак не мог его шифровать нигде. Суккот праздник такой. Ну, где тоже 7-40 танцуют. И вот градиент, видите, вверх пошло. То есть генерал СВР сообщил, что, значит, операция по удалению совести прошла успешно. Вот таким образом. Дальше, что... Ну, обольщаться не стоит, потому что вначале, как говорится, всегда идет вверх, а потом идет вниз. Там большая кривая идет вниз. Видите, она потом вниз идет резко. С 4 до 2. Ну, это будет только какого числа уже? А, вот, 25. Вот, видите, 24-го уже было, да? Оно уже пошло вниз. И опять полочка вот эта до 25-го. А 25-го вот как раз у нас был вот этот выходосик... Выходосик КПРФ. КПРФ, да? КПРФ, да? Вот. И штраф там нарисует. Но по протоколу. Непропорционально будет наказание. Непропорционально. Оно будет вообще зашкалить. Но это по протоколу. Так мы и читали. По протоколу там наказание никак не связано с преступлением. Да, потому что преступление может быть там на копейку, а наказание огромное. И в то же время, когда вот мужик с топором сегодня накинулся там в магазине на людей, неожиданно, да, из-за тачки вот этой вот тележки торговой, он вынул топор, настоящий топор, и начал топором махать, и многих там порадил. Это, к счастью, не убил никого. Ну, и что ему дадут? Дадут меньше, чем тому, который с плакатиком стоял, правильно? Намного меньше. Его могут сейчас отпустить. Скажут, ненормальный, и все, пусть лезет в стационаре, там галоперидол пьет. Так же, как вот этому стрелку. Сейчас он лежит в той же палате вместе с отстреленными им людьми. И вот этот стрелок, пермский, да, пацан там, первокурсник. И лежит с другими своими однокурсниками, которых он подстрелил, ранил. Вот таким образом. Ну, что сказать. Революционная ситуация, там соловьи поют и так далее, 25-е число решительное. Ну, так оно и получается, решительное. Потому что, вне зависимости от результата операции, у нас, если, допустим, операция неуспешная, даже как вот деструктивная, она пойдет и резко на спад, она уже пошла 24-го, то, значит, нам уже предъявят, у нас же там, к скамейке запасы, это не один этот вот футболиста, там хоккеиста, правильно? Там уже 6 человек. Ну, и все, как на подбор, с ними дядька Черномор, ну, и этот Черномор, который вот занимается, курирует это, по линии вот это, где зомбировка вот это, людей натаскивает, пересаживает, как говорит, сознание, с одного человека на другого. То есть сейчас опыта какие, что человека, допустим, есть, выпивает он там с кем-то в поезде, выпивает бутылку водички, там попросит, или кто-то ему предложит пивка, там это все, и он хлебнул, все. А дальше он его находит где-то на рейсах, около рейсов сидит, где-то на скамейке. И ты кто, не знает, кто, как зовут, не знает ничего. То есть человека нету, его вынесли аккуратно, и осталось, ну, осталось одно вот растение, растение по образу человека. Потом, значит, поступает он с зомбировочной в эту, с зомбировочной. И там, значит, его накачивают вот этим материалом, который идет уже от человека, который нужно туда засадить. И засаживают туда человека, который, он уже просыпается, и вот как в этом фильме, это в иностранном, да, какой-то там есть, что его превратили в убийцу, да, и он пошел, начал убивать там. А потом забывает, что это задание выполнил, и дальше его размагничивает, и он становится такой живой. Потом вот другое задание дают, еще кого-то хлопнуть там, или чего-то, того-то сделать там, где-то диверсию совершить. И он идет и делает, и все. Ну, это вот такое чувака, чувака делает, чувака, изготавливает. Вот таким образом. Это такие новости дня, ну, события радостные то, что прошла демонстрация, но как-то не весело, но не по-гоммунистически. Да, вот, ну, не, это, как-то не спет, раньше было как, вихри враждебные веют над нами, ну, темные силы наши злобно гнетут, а тут нету такого единства, они даже слова-то не знают или ценных песен, они вышли за КПРФ, какая-то банда неизвестная вообще, какие-то хламоны, ну, кто клюнул на это, лишь бы погулять там, это, потусоваться, потусоваться, да. Ну, настоящие, конечно, коммунисты там наплевали на это дело же, они уже знают, потому что горячего на там верхней палате сидит, она уже выше Зюгана располагается, и на него наплевать глубоко. А раньше ее критиковала хорошо на его, да, вот таким образом. То есть борьба за кресло, вот за этот Сенат, и проиграли. А должна быть как? Двухпартийная система, правильно? Вот если честно почитать голосом, ну, пусть 30% забрала, это, значит, Хаббат Любанич партии, да, а, значит, 25% коммунистов. Ну, вот и пусть две партии, ХБ, допустим, партии, ХЛ, да, и это, и другая партия, вот. То есть Капараев, и две партии, вот, а остальные мелкие разбросать туда направо-налево, и все, и только две оставить. Все? Ну, вот это честно. Но поскольку они-то все равно-то одно и то же, в принципе, так же и в Америке, что Бидон, что вот этот Козырь, Трамп, да, что Бидон, что Козырь, они из одной, как говорится, родственной связи там где-то у них просматривается, общей родственной связи. А это вот для публики, чтобы вот руки поставили, вот так вот, следи за руками, куда народу туда прислонился, а руки-то они из одного туловища растут, из управления вот этого, который уже давно правит эта масонская система. Вот таким образом. И как там вот этот глогер, он сейчас был блогер, сейчас он глогера всегда называет, Вадим с Майами, да, как он там не возмущается, как он не мечет икру, как он там не бегает по этому пляжу, а все равно приходит к тому моменту, что все там заедино, что Бидон, что Козырь, они, как говорится, в одних окопах против народа. Вот такое вот краткое сообщение. Ну, сейчас мы и посмотрим, генерал СВР-то прав окажется или нет. Но если прав окажется, то мы увидим какие-то заметные изменения. Как говорится в императоре, в его поведении заметные будут изменения. Будут, да, как там не зомберой, а все равно отличия какие-то хотя бы маленькие, но будут. Это после возвращения, после вот этой ампутации совести, как говорится, да. Вот, слава Пифагору, нам позволяет вот эти вопросы решать. И вот если бы, допустим, я был лечащим врачом, я бы нашу дорогого императора в этот день бы деструктивно не положил бы на операцию, правда? Как бы она там поначалу с Перши не пошла, чем она закончится, мы еще не знаем. И так же в этот день вывести, это талант, правильно. Вот в этот день надо было выводить. И людям надо было идти, потому что это день святой. На бой кровавый, святой и правый, да? Ну, не на бой кровавый, а на бой справедливый, да? Ну, песня, по крайней мере, должна быть спетая команда. Самое главное соединяет, что это песня. Вот. Тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Ну, вот эти ребята, которые, ну, вышел там их, написали в Яндексе 400. Ну, там не 400 было, там несколько тысяч было, несколько тысяч, одномоментно несколько тысяч собралось. Ну, потом дождик, если погода была хорошая, это другое дело. Всего доброго, до новых встреч, всем здоровья. Как говорится, к светлому будущему. Вперед к победе коммунизма. Ура, товарищи!